Всем привет! Это репортаж на коленке и я Артемий Панченко. Сегодня я снова делаю обзор постов интернет-СМИ и всяких там блогов, дабы узнать, что же волнует сейчас алтайское закулисье. Погнали! Сегодня стало известно, что 2016 год станет годом российского кино. Ну, в целом я согласен. Такого объема шурпотреба в отечественном кинопрокате, как за последние 10 лет, не плодили еще никогда. Ну, есть в этой череде несколько приличных картин, но, согласитесь, они теряются на фоне бесконечных, бесконечно бездарных ремейков на советские фильмы. Министерство культуры настоятельно рекомендует российским кинотеатрам как минимум 20% всех сеансов в следующем году посвятить популяризации нашего кинематографа. Не потеряют ли прокатчики в деньгах и что вообще показывает-то теперь? Как ни странно, в нашей стране есть такие качественные видеоконтенты, и снимать люди умеют. Взять хотя бы совместный с Японией анимационный фильм «Первый театр ряд». Пусть даже и это и анимешка, но сделана, согласитесь, неплохо. А вчера вот наткнулся на эту короткометражку. Если бы весь российский кинофонд состоял из таких проектов, я бы ходил, пожалуй, чаще в кинотеатры. Сайт «Военное обозрение» говорит, что до конца года Россия поставит за рубеж 7 разведывательных модулей состава комплекса противовоздушной обороны «Барнолл-Т». Оставлю без внимания адресата от греха подальше, но вот как вы считаете, правильно ли называть ракетные установки, да и вообще оружие, именами городов? Мне кажется, есть в этом что-то потенциально опасное. Ну, не знали наши недруги, что такое «Барнолл», и хорошо же, пусть и дальше не знают. Но нет, гуглить еще станут. Пусть уж лучше няшными женскими именами называют боевую технику, как старые добрые. Бояли же «Катюшу», пусть теперь боятся, например, Танечку или Настеньку. А «Барнолл» оставьте в покое, пожалуйста. Теперь о хорошем. Информагентство «Регнум» и не только оно пишет о том, что ученые из нашего университета научились определять сексуальность человека, взяв всего лишь мазок из полости рта. Этот мазок можно даже отправить по почте. Тест покажет полигамин или моногамин обладатель генетического материала, а также насколько активный в этом плане образ жизни ведет тестируемый человек. Так держать ученые. Вот только что потом делать с этой информацией. Паблик «Барнолл-22» как всегда пестрит фотографиями, на которых запечатлены две исконно русские беды. Сами посмотрите утренние ДТП в смятку на Красноармейском и встреча автомобиля с автобусом на Петросухово и умелец, посыпающий металлоломом асфальт на Кулагино. Но тоже не без добрых новостей. Вот долгожданное латание ям на Гоголя, а вот пример настоящего энтузиазма. Некто пожертвовал собственным цементом, чтобы залить яму на углу партизанской Некрасова. Спасибо тебе, добрый человек. Дай бог тебе здоровья. На сладкое наблюдение блогера «Сурового мага». В связи с антикризисным сокращением ассортимента шоколада в продовольственных сетях, в крае стали массово появляться так называемые шоколадные плитки с большим содержанием заменителей оригинальных шоколадных ингредиентов. Я помню, в свое детство для меня тогда не было разницы между этими двумя продуктами. И то и другое просто шоколадкой называлось. Но вот на вкус, на мой взгляд, лучше снижать массу, а не качество. Тут и для здоровья ущерба не будет, и для размера брюк выгоднее. В общем, несмотря на местами бездумное импортозамещение, старайтесь все-таки питаться правильно и берегите нервы. Увидимся.